Но провинцию Дзянсу обрушился самый мощный смерть за более чем 50 лет. От удара стихии погибли как минимум 98 человек. Еще более 800 получили травмы. Порядка 200 жителей региона находятся в тяжелом состоянии. Специалисты ведут поиски выживших под обломками зданий. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Ли Кэ Цян распорядились приложить максимум усилий для спасения пострадавших. Сильный ветер, град и грозовые дожди обрушились на городской округ Янчен. Провинции Дзянсу на востоке Китая. Стихия разрушила множество жилых построек. Под обломками оказались сотни человек. Все резко изменилось буквально за пару минут. Сначала пошел дождь, подул очень сильный вечер. Я не смог устоять на ногах и упал на землю. В это же время начал рушиться мой дом. На меня полетели обломки. Лодыжку сломало плитой. В спину врезались осколки стекол. Дом бонус-то разрушен. Я с трудом нашел и спас росвинников из боты завалов. Местная администрация начала экстренную эвакуацию пострадавших. Через несколько часов после удара стихии в школе поселка Шуо Цзи, он пострадал серьезнее всего, разместили больше 150 человек. Даже оказавшись в безопасности, многие из них не смогли сомкнуть глаз и всю ночь вспоминали пережитое. Мне еще никогда не было так страшно. Гром, сильный ветер, кромешная тьма. Никто не знал, что делать. В пункты временного размещения пострадавших сейчас доставляют все необходимое. Питьевую воду, продукты питания, матрасы и медикаменты. По словам чиновников, запасов хватит как минимум на три дня. Все пострадавшие уже доставлены в больницы. Местных жителей мы эвакуировали в безопасные места. В зону бедствия отправилась специальная рабочая группа госсовета КНР. Центральные власти направили в Дзянцу тысячи палаток и раскладушек. Тем временем администрация провинции выделила 55 машин скорой помощи для перевозки раненых. В больницы пострадавших населенных пунктов продолжает пребывать медперсонал. К проведению спасательных работ привлекли 6 пожарных бригад и более 600 военнослужащих.